Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй. Сегодня мы посмотрим игру, которая называется Кулак Истины. Регистрация, введите ваш ник. Ну что ж, давайте придумаем что-нибудь. Я уже, кстати, знаю. Назовем себя, наверное, вот так вот. Чижик. Да, пускай будет Чижик. Потому что Рэй занято, все занято. Авторизация прошла успешно. Актеры готовятся к выходу. Пожалуйста, подождите. Надо же, тут у них актеры оказываются. Так, идем на поле боя. Добро пожаловать в игру Кулаки Истины. Это ваш кулак. А это кулак вашего противника. Ваши карты. Ну, тут все расписано. Редкость карт, название карты, класс, атака, особые способности, цена карты. И когда защита снижается на ноля, юнит погибает. В принципе, все понятно. Выставляем. Отлично, юнит размещен. Если маны недостаточно, цифра выделена красным. Вы не можете использовать эту карту. Здесь вы можете посмотреть свою манну. Ага, у меня две маны. Пока. Удар. Начнем же бой. Юниты расставлены. Удар. После удара все юниты атакуют по одному разу. Атаки у нас происходят сверху вниз. Область атаки ряд напротив. Если в ряду напротив есть враг, ваш юнит атакует ближайшего врага. Если в ряду напротив нет врага, наносит урон по противнику. Ага, отлично. Ваш противник ранен. Когда здоровье вашего противника будет равна нулю, вы победили. Сельские приключения. Ну что ж, давайте тогда сделаем еще ударчик. Ага. Все хорошо. Будьте осторожны, ваше здоровье снижается. Когда оно будет равна нулю, вы проиграете. Вы вытянули одну карту заклинания. Эффект. Карта с чарами. Стоит две маны, да? Ну-ка давайте-ка вот так сделаем. Ага. Один три. Неплохо. Получи. Так, у меня двадцать одна хпшка. У него семнадцать. Давайте-ка вот этого кабанчика поставим сюда. Так, что он выставляет? Ага. Сейчас он мне подобьет одного юнита. Ваш юнит может атаковать только ближайшего врага в противоположном ряду. Понятно. Все равно затащим эту каточку, ребята, как ни крути. Давайте-ка вот этого, наверное, с поленом сюда поставим. Он должен выдержать удар. Ну-ка. Минус один. Ну что? Один из хпшек у него осталось всего лишь-то. Давайте-ка вот так сделаем. Вот. Самый оптимальный вариант. Ох ты, елки-палки. Пять и два. Довольно жирный, но... Не устоял. Подготовка. Седьмой раунд у нас. Так, конник у нас какой-то есть. Слушайте, ребята, у него пять хп. Все, я думаю, сейчас на заходочку его только и хватит. Елки-палки, они у меня еще и пробафались. Все, готов. Сельское приключение. И победа за нами. Как вы видите, поздравляем. Вы получили следующие награды. Так, ПВЕ-бои. Вызов о уровне. Один-три. Сразиться. Хм, ну давайте посмотрим. Опять сельские приключения. Так, давайте вот сюда выставим этого с киркой. Хе-хе-хе. Крестьянина, так скажем. Слушайте, он за каждый ход получает одну катаке. Довольно неплохо, я считаю. Так, давай-ка эту крестьяночку сюда. Или кто это такой у нас? С серпом. На-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, тут была ничья. Так. Ну что, меченосец? Блин, да что ж такое? Смотри, что он делает, а? Опять ничья. Но, тем не менее, у него уже 21 хп, а у нас-то все-таки 25. Давайте-ка следующий удар сделаем. Ух ты, губишка расплатил. Не тут-то было. Так, у нас есть вот такой замечательный юнит. 5 атаки. 2 защиты. Ну-ка. Тут он подбивает конника. Ух ты. 14 хп-шек осталось у него всего лишь-то. Так, мы еще усилим. Чувачка. И вот этого поставим. Ну-ка, давайте-ка звездонем. Блин, да что ж такое? Смотри, что он сделал. Ладно. Тут опять ничья внизу. Так, у нас осталась крестьянка. Потом чувачок жирный. И еще один чувак с булавой. Ну, все. Думаю, шансов у него здесь нету. Так, 2. 1 и еще 2 атаки. Черт. 5 хп осталось. Давайте-ка конника выставим. И посмотрим. И вот этого. Все. Победа за нами. Будет. Ребят, поверьте мне. Как вы поняли, да? Игра вот сделана наподобие карт. Которую мы выставляем на поле боя. Победа за нами. И мы продолжаем. Получаем 10 монет. Ха. Достижения. И еще 150 получаем. Набор карт новичка. Ого. Ремесленник. Случайный союзник получает 2 плюс 2. Имперский. Хм. Так. Седой грифон. Регенерация. Каменный град. Наносит 3 урона. И боевой пасты. Все союзники 1 плюс 1 получают. Колода. Так. Это мои карты, ребята, да? Которые в данный момент у меня в руке. А это колода новичка. Так. И я могу, как я понимаю, заменить более слабые карты на хорошие. Сохранить. Так. Назад. И нас просят пройти полностью. Вот этот островочек. Сейчас мы это, наверное, с вами и сделаем. Ни одну из этих карт нельзя отправить в бой. Вам нужно вытянуть еще одну карту. Вы можете потратить одну карту на временное увеличение вашей манны на один. Только один раз за раунд. Ну-ка, давайте-ка. Ага, вот оно как. Ну что же, вот это вот хорошо, когда можно пожертвовать юнитом, чтобы восполнить себе манну. Так, у нас тут есть с таким серпом. И с этой, как его, с вилой. Барща-крестьянка. Так, я думаю, что сейчас мы ее и выставим. Что-то типа того. Хотя, подожди-ка, давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой... Вот, крестьянина. Выставим крестьянина, да. Он как раз выдержит удар того верхнего. А вот средний-то у нас погибнет, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Так, смотрите-ка, у нас вот кто есть. Три-три. И если я не ошибаюсь, он дает... Да-да-да. Ха, один плюс один каждому юниту. И я считаю, что это довольно шикарно. Ну что, браток, давай, выставляй там кого-нибудь. Если хватит духу. Что там делает? Хе-е-е. Прощай, любезный ты наш. Так, ну что, ребята, осталось 6 хп у этого кулачка никудышного. Не зря его называют сельским приключением. Потому что, действительно, он деревенщина, неотесанная. И сейчас он проиграет нам. Так. Опа. И до свидания, родной мой. Наша победа. Назад. Ну, награда за вход. 100 золотых еще получаем. Довольно неплохо, я считаю. Так. Плюс 15 еще получили динжат. И смотрите-ка, тут что-то летает. Плюс 4 каких-то листочка. Город мятежников. Вот что у нас идет следующим по уровню. Так. В начале первого рандо вы можете один раз поменять карты. Поменять. Честно говоря, не особо я понял, что тут произошло. Ну, да ладно. Крепкий работяга. Хм. Садим. Ну, а мы поставим вот этого малыша. Кстати, у нас городок мятежников уже, да? Ясно. Второй раунд. Выставляем вот этого пугала. Удар. Замечательно. На пятерочку мы его сейчас накажем. Хорошо. Продолжаем. Так. Всадничек у меня сейчас еще на 3. Вдарит. Даже на 4. Итого у нас получается на 9 еще, да? Ага. Нет, не на 9, ребята. А всего лишь на 7. Но, тем не менее, 11 хпшек у него осталось. Сейчас будет, надеюсь, еще меньше. Так. Давайте вот так вот сделаем. Да. Духовные усиления, как говорится. Ага. Так. Три. И пять. На восьмерочку. Ага. На восьмерочку. Нет, не на восьмерочку. Только на пятерочку. Ладно. Пора бы уже, наверное, и добить его. Давай-ка, дорогой, уже не выделывайся. А сдавайся мне в подчинение, как говорится. Так. Так. И вызвал еще одного меченосца он себе. Ну, да, я думаю, что это его не спасет, так как... Так как у него одна единичка хпшек. Да. В принципе, все, ребята. Победа будет наша. Сейчас у нас произойдет обмен. Оп. И конник добивает. Да-да, ребята. Поздравляю нас. Победа. И мы едем с вами далее. Так. Пять золотых монет получаем. Интересно посмотреть, что у нас тут впереди еще будет. Ага. Таких островков у нас будет многовато. Ладно. Хорошо. Опять же, городок мятежников, ребята. Второй бой из трех. Хорошо. Идем на пуле боя. Поменять. Толстый. Родная тетушка. Пока ничего не могу сделать. Потому что не хватает маны. А вот теперь уже начнем веселиться потихоньку. Так. Обменяемся ударами. Так. По двадцать три у нас. Ладушки. Так. Ну что. Родная тетушка. Иди. На поле боя. Так. А вот это вот мне немножко не нравится. Минус два. Так. На три он мне ударил. И выставил меченосца. Хорошо. Пора бы, наверное, вот так сделать. Ух. Шикандос. Ну что ж. Давай посмотрим, что ты на это скажешь. Раз. Два. Ха-ха-ха. Так. Тринадцать хп у него осталось. Ладно. Давайте вот так укрепим. И родная тетушка. Выходи, как говорится, на поле боя. Ух. Ёлки-палки. Прист у меня пять-пять стал. А это очень хорошо. Так. Здесь это убиваем. И на двоечку вдариваем. Но мы все равно пока проигрываем. Давайте амбалову сюда поставим. Прикроем. Как говорится, мои тылы. А то он, смотрю, повалился туда бомбить. А ну-ка. Опа. Минус. Минус. Вдарили. По щам получи. Обмен. И еще по щам. Так. Ну что. Идет уже, как говорится, дело на поправку у нас. И сейчас мы его затащим. Это, как говорится, последний бой у нас здесь. Опа. Пока. Мятежник. Опять очередная у нас победа, ребята. Каменный град. Мы получаем с вами карту. Ух. Ё-моё. Так. 60 золотых монет никогда не бывают лишними. Тем более, это просто за достижения. Так. Угу. Это у нас донатик пошел. Хотя. За 150. Да. Можно было бы, конечно, купить. Набор карт новичка. Не так уж и дорого. Хотя тут есть и получше наборы карт. Можно даже маленько подкопить. Ага. Тут уже даже за кристаллы. Тут, видите, классы карт есть. Слава Империи, например. Хм. Ага. Ох, ёлки ты палки. Сколько их тут. Ну, я знаю, что недостаточно бриллиантов. Я так. На шару. Давайте вот этот набор карт новичка возьмем. Сельский. Хе-хе. Мамонт. К бою готов. Баллиста. И сельский барон. Редкая. Хоть на этом спасибо, что дали редкую карту. Ну что, наверное, надо добить, я думаю, ребятушки, да, вот этот городок мятежников. Чтобы уже со спокойной душой переходить на следующий островок. Идем, как говорится, на поле боя. Так. Крепкий работяга. Толстый. Меняем. Ну, ладно. Давай-ка, браток, рудокоп, выходи. Крепкий. Так. На двоечку сейчас вдарим. Отлично. Так. Родная тетушка выходит у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Всего лишь на единичку. Хотя нет. Да, на единичку, ребята. Тут произошел у нас обмен, к сожалению. Ну-ка, всадник, давай-ка. Вдарь-ка по щам этому кулачку. Опа. Оп. Хорошо. Четвертый раунд. Выставляем чувачка с булавой. И укрепим. Укрепим, наверное, мы все-таки с вами... Давайте всадника. Погнали. Ой-ой-ой. Ну, там ладно. Произойдет обмен. Так. На единичку, еще на четыре. Шестнадцать хп-щик осталось. Давайте еще укрепим нашего всадника. И лошадочку еще выставим. Вперед! В атаку! Ух, на шестерочку сейчас мы его вдарим. Так. И вот так вот. Замечательно. Десять хп у него осталось. Конечно же, выставляем нашего приста. Сейчас он тут укрепит. Хо-хоу. Довольно, блин, хорошая карта, я вам скажу. Всех юнитов на 1-1 усиливает. Здоровски просто. Так. Ну что же. Пора добивать. И вот она наша победа, ребятушки. Довольно легкая. Ну, в этих играх, как всегда, ребята. На начальных уровнях все идет легко и просто. Порт Золотая Роша у нас идет в следующем. И нам открыли две карты. Стоянка Священных Молотов. Да, и карты там уже совсем другие. Вы только посмотрите на этот Путь Истины, который состоит из 525 островов. В данный момент нам открыто только 6. Ха-ха. Так, и это только Путь Истины, ребята. Тут еще Ругрок, Долина Дзен, Империя, Дом Науки. В общем, играть не переиграть. Ну, а на этом я буду завершать свой такой коротенький обзор этой игры. Всем спасибо за просмотр и увидимся вскоре. Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как он на самом интересном месте! Ой, а я так думал!